Для выполнения данного узора нам требуется два одноигольных декера. Есть основной цвет. Желтый, отделочный, темный. Провязали 4 ряда отделкой и сейчас мы с вами будем выполнять перевитие. Мы видим, какие у нас иглы принимали участие в работе в прошлый раз. Вот они, две петли, которые у нас должны остаться нетронутыми, поскольку, видите, все узоры дышат в порядке. Эти две иглы у нас являются средними между перевитиями. И в перевитии принимают участие 4 иглы, поэтому все за исключением 4 мы ставим вперед, чтобы не перепутать. Дальше. Одноигольные декеры. Опускаем их вниз по петельной дорожке и захватываем желтые петли. Раз, два. Вот они, эти две желтые петли и просто перевиваем их через две иглы. Средние иглы сразу ставьте в переднее положение, чтобы они не слетели. Петля снизу. Можно просто посчитать через две петли снизу. Отлично видно. Помогайте себе деккером и иглу в переднее положение. Раз, два. Раз, два. Иглу в переднее положение. Таким образом выполняется весь узор. Если вы где-то что-то перепутаете, не страшно, потому что на таком пузыре ничего не понятно, где, какая петля. Запутаться не страшно. Раз, два. Перевили. Иглу в передних положение. Крайный, крайний тоже можно перевить. Крайный, раз. Крайный отделочный. И первую руту для работы. Все. Два ряда основным. Четыре ряда отделочным. Немножко подтяните вязание. И смотрим. У нас две центральные. Оставляем их в переднем положении. Дальше через четыре иглы делаем ограничения. Одноигольный деккер. Перевиваем. Петли, соответствующие выделенным иглам. И в переднем положении. Можно менять фон. Можно периодически делать сначала желтый фон, потом синий фон. Можно менять основной цвет, и вставлять одним, менять фон. На ваше усмотрение. Но рисунок получается... Вязание очень плотное. За счет того, что мы делаем эти пересадки, гораздо плотнее, чем обычное полотно. Толще, мощнее. Подходит для таких тяжелых вещей, которым нужно хорошо держать форму. Или для отделки небольшого количества полотна. Выполняется по изнанке. Продолжение следует...